Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали, сейчас поговорим, подискутируем о очень важной теме административно-территориальной реформе. Мы сегодня в такой большой мужской компании экспертов будем это все обсуждать. Мадас Ласманин в нашей студии, советник министра среды и регионального развития, который как раз отвечает за административно-территориальную реформу. Добрый день. Добрый день. Да, также у нас доктор экономики, преподаватель Ресебы, Валтер Скажа. Добрый день. Добрый день. Да, и представитель новой консервативной партии Константин Зорин. Добрый день. Добрый день. Да, может быть, Гристиан Иванович, мы с вас начнем. Может быть, несколько слов действительно о целях вот этой масштабной реформы, потому что, ну, как я понимаю, когда происходит какая-то реформа, мы действительно говорим о каких-то масштабных изменениях, то должны быть какие-то четкие цели поставленные. Как бы вы их сами обозначили? Честно, в трех словах это очень трудно писать, но реальная ситуация такая, что в 2009 году, когда политик затеяли идею реформы, случилась реформа, у нас создали 112 самоуправлений, и на данный момент, не на данный момент, а тогда уже дали задание министерству, в 2013 году уже было исследование по результатам того, что получилось от 119 самоуправлений. И тогда уже пришли в 2013 году к выводу, что, в принципе, ну, по всем показателям цель не достигла. Не достигла цель того, что мечтали достичь. И, в принципе, предыдущие правительства никак не реагировали на эту тему. И все политики... В принципе, это давно уже назревали, да? Да, но это не так, что сегодня министр Пуц что-то придумал. Это реальность та, что тогда политик не реагировал, никакой реакции на это не было, и все политики, которые сегодня в правительстве, новые политики, которые пришли, все в своих программах зафиксировали то, что надо продолжать эту реформу. Вся управляющая партия, которая есть в правящей коалиции, они все в своих программах это своим избирателям обещали, и, по сути, я думаю, это не какой-то шок для всех, реально они голосовали за то, что были перемены. И мы это осуществляем в жизни. И, в принципе, планы не изменились. На данный момент те же самые цели, которые в 2009 создать самоуправление, которое соответствует долгожительству, готовы определенным объемом финансов оперировать и готовы всем жителям с каким-то образом, каким образом, ну, что… Слово, скажите тогда. Солидно. Ну, сравнительно, да, так сказать. Чтобы сравнить, чтобы всем самоуправлением… Равномерное, наверное, развитие, так надо перевести, да? Одновременное развитие, чтобы всем было одинаковое, потому что на данный момент самоуправления очень разные. Они сейчас вот есть… Самая маленькая, меньше тысячи жителей, самая большая Рига, а всем вместе, каждое управление, и надо выполнять все функции одинакового объема. И на данный момент в законах есть 111 функций, которые сделать надо и тысячное самоуправление, и миллионное самоуправление. Иногда это просто невозможно, да? Просто это невозможно. И самоуправление всяким вариантом там выкручивается, но реально они свои функции в реально хорошем качестве не подают для своих жителей. Да, вот вы как, не знаю, как преподаватель, может быть, как исследователь, вы тоже согласны с тем, что должны быть вот такие изменения? Да, я согласен. С точки зрения экономиста, в первую очередь нас интересует в тех, как жители Латвии, эффективное управление государством. В этом случае мы сможем создать такие самоуправления, которые используют ресурсы, и, надеюсь, более эффективно, где мы удаляем какие-то параллельные функции, которые на данный момент осуществляются разными малыми самоуправлениями, действительно, как было сказано, по тысяче человек. То есть, есть надежда, что это улучшит эффективность работы. Это может и означать то, что мы получаем возможности, скажем так, некие ресурсы, которые имеете в самоуправлениях, могут быть использованы более по назначению. Например, если есть какие-то эксперты по народному хозяйству, которые могут помочь местному бизнесу в развитии, и их не хватает в каждой власти, просто невозможно их найти, таких профессионалов, то они могут обслужить пару властей, и сразу от этого мы получаем выгоду как потребители. И, в конце концов, это более понятно и может быть интересно и иностранным инвесторам, если они смотрят на отдельную территорию, которая, в принципе, не может им ничего предложить. Ни рабочих мест, ни сотрудников, ничего. Абсолютно. Там ведь иногда не хватает рабочей силы, чтобы вообще инвестор мог думать о своем бизнесе. В Латвии у нас менее 1,90 миллионов на данный момент с тенденцией уменьшения, к сожалению. К сожалению, да. И при том мы можем говорить, что это фактически официальные цифры, сколько в реальности может быть еще меньше. Да. Да, вот Константин, вы, наверное, тоже ездите и по Латвии, и по регионам. Вы тоже считаете, что нужны какие-то более радикальные изменения. Напомню радиослушным, что сейчас планируется месяц 119, ну, 39 на данный момент. 39 и большие города. Да. Да, абсолютно согласен с предыдущими ораторами, так сказать. Нет, конечно, мы, в принципе, выступаем, новая консервативная партия и предлагала, что уменьшение число чиновников и все это нужно, потому что мы не можем содержать столько много самоуправлений. Нам надо все-таки уменьшаться, эффективизироваться, и это нормально, потому что, как вы говорите, миллион девятьсот, да, но я последние цифры слышал от еще министра внутренних дел, да, что около миллиона шестисот тысяч, что-то типа такого. Не, ну, может быть, и числится миллион девятьсот, но мы же понимаем, что, к сожалению, многие уже работают и живут в другой стране. Да, 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 так и есть. Поэтому надо эффективизироваться, и мы не можем содержать просто физически, да, нас становится меньше, и мы не можем содержать такой большой штат чиновников, такие, такое большое количество самоуправлений, поэтому надо. Но единственное, что сначала бы надо, что всю эту реформу надо было бы вместе с остальными вопросами рассматривать, так же самое и со, так же самое с развитием регионов самих, потому что планирование финансов и структурных фондов, оно одно на всю страну, и там надо смотреть, где, где мы можем, например, Влад Гали взять софинансирование большое, да, там, где это необходимо, да, или тот же самый город Венсполс, где практически все уже сделано, но, как бы, там тоже могут взять, опять же. Да, вот интересно, вот вы тему затронули, потому что многие говорят, и даже вот на местах, они говорят, что вроде бы мы не против реформы, но от того, что вот по-другому вот эти территории, как бы, поделят, если так можно сказать, от этого не появятся ни лучшей дороги, ни инвестиций, там, ни школы, ни медицинские учреждения. Сегодня премьер Калинч говорил о том, что надо бы вот в соответствии с реформой уже планировать и другую, может быть, систему медицинского обслуживания, вот, систему образования. Господин Владимирович, что, как это вот, насколько здесь есть взаимодействие? Я согласен, что на первый момент, когда будет реформа, сразу все не поменяется. Но основная эта реформа не, это реформа, которая у наших министерств осуществляет, это реформа административная. Мы можем повлиять на то, что у нас есть в наших задачах. Но это платформа для других министерств создавать другие реформы. А другие министерства, ну, каждый по своему пониманию, ну, каждый, кто это быстрее понимает, все те возможности, которые дает эта реформа, кто помедленнее. Ну, вопрос, мы очень ждем, что министерство, например, науки и образования свою реформу будет двигать быстрее, чем она сейчас осуществляется. Но мы же не можем им как-то помочь двигаться быстрее. Мы создаем условия, чтобы это случилось. Но это министерство само себе хозяин. Да. Вот тоже такой интересный момент. Вот мы понимаем, что, к сожалению, демографическая ситуация такая, какая есть, не даст реформа сигнал, как бы, ну, жителям вот этой провинции или глубинки, что им пора перебираться в города, поскольку государство взяло такую политику на укропнение, что мы не можем каждый хутор, условно говоря, финансировать. И мы говорим населению, что очень хорошо, что вы там живете в деревне, но вы там можете, условно говоря, летом отдыхать. А жить и работать вам нужно, вот, не знаю, в городах. Нет такого сигнала? Вы не видите такой опасности? Ну, я думаю, это не сигнал из государства, это реальность жителей. Они реально сегодня голосуют за то, что работа находится в центре. И они сегодня все сядутся утром, машины поезжают на работу и вечером возвращаются. Просто нам надо создать такие управления, где они и работают, и живут. И живут, чтобы налоговая эта вся масса осталась в одном управлении, им было этому администрации, которая управляет этим самоуправлением, больше возможностей, больше денег в их наличии, чтобы развивать какие-то большие проекты, или помогать бизнесменам, или развивать лучшую школьную сеть. Это реальность, это не так, что государство дает сигнал. Ну, я думаю, что там и некоторые перестановки уже произошли. Будь-то у нас миллион шестьсот или миллион девятьсот, это даже не важно, но в агломерации Риги, которая распространяется на каких-то пятьдесят километров вокруг Риги, живут более одного миллиона двухста тысяч. То есть, в принципе, более-менее это уже такой концентрированный регион. Что тогда дальше? С остальными, да. Да, но с остальными, скажем так, это не глубинка, это не деревня. Я не согласен совсем с таким утверждением. Сейчас мы создаем возможности как раз для этих регионов, которые построены по принципу звездочки. То есть, есть более весомый центр где-то в регионе, который развивается. Но там есть весь пакет услуг, да? Должен быть. И, конечно, на местах, где власти поменьше, предоставляются основные услуги. И это становится более эффективным. Если, например, коснуться образования, индустрии, которую я представляю, коллега упомянул, что эта реформа только платформа для того, чтобы создавать и другие реформы, то на данный момент, если общий бюджет самоуправлений в 2017 году был 2,6 миллиарда евро, то из этих денег 41% ушел на образование. Но разве это означает, что у нас высокий уровень образования – это просто неэффективная система, потому что она разбросана по всей стране, по маленьким школам, которые неэффективны. И над педагогом даже и зарплату повысит, да? Все деньги уходят в эту сеть. И уровень образования от этого страдает заметно. Да, а когда объединяют школы, тогда говорят, что почему вы закрываете нашу школу? То есть тут такой двоякий вопрос, но на самом деле да, так и есть. Детей физически меньше стало в школах, поэтому эти знания, которые содержатся за счет самоуправлений, их надо как-то объединять и продавать то, что остается пустое, поэтому надо, поэтому надо двигаться, поэтому надо делать эту реформу. Без нее как бы сложно будет потом развиваться. Если мы не будем делать ничего, то будет хуже намного. Нет таких опасений, но если мы говорим, это, наверное, больше политический вопрос, что в результате вот этого укропнения, вот мы же понимаем, что меньше стран депутатов, меньше самоуправлений, я имею в виду местных депутатов, и что вот такие волости, которых объединили и присоединили к этому центру, у них будет меньше представителей, и будет как бы такое укропнение, и в основном депутаты, которые будут сидеть вот в этом, не знаю, в этом центре региональном, будут представлять интересы вот столько крупных городов, вот их там будет интересовать, я не знаю, там, не знаю, Цессис, Ваумера, они будут интересовать вот эти вот рядом присоединенные волости. По-моему, это очень хороший вариант тому, что в основном все в самоуправлениях депутаты, они как-то или иначе кое-какие бизнесмены, да, очень у многих какие-то либо маленькие бизнесы, либо… Если посмотреть, да, кого избирает самоуправление, да, 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 то есть много. Там безработных практически нет, да. То есть, как бы безработных очень мало таких, ну, либо пенсионеров, либо кто-то такие, то есть в основном очень много предпринимателей, так что я не думаю, что это такой большой уж удар именно, если не будет вот этого конкретного депутата, а так, смотря с другой стороны, это наоборот сплотит людей и проявлять свои гражданские обязанности именно посмотреть по партиям, по спискам, а не просто за конкретного, вот я знаю, что вот этот предприниматель, вот он хороший, он в Думе сидит, вот я за него голосую, да, потому что у него хорошее хозяйство, или просто я его знаю. То есть, как бы тут уже люди будут более заинтересованы углубляться все-таки в политику, да, потому что, ну, политика от нас зависит, мы от политики. То есть, как бы наоборот, это улучшит ситуацию, мне кажется, чисто политически в стране. Господин Васильевич, вы, наверное, тоже слышали эти упреки, может быть, со стороны оппозиции, зеленых крестьян, о том, что вот министр или министерство не очень активно разъясняло насилие, не вело диалог. Я, правда, знаю, что министр объехал очень много самоправлений, и там сотнями депутатов встречался, но всегда бывает такая ситуация, когда говорят, что там, не знаю, диалога не хватает, и сами жители не были вовлечены в этот процесс, это все шло сверху. Вот такую сказали нарезку, что вот будет 36, потом решили, правда, 39, и вот так оно и будет. Как вы видите с вашей стороны? На этот вопрос тоже нет, один однозначный вопрос, потому что до сих пор есть законы, по которым самоуправление можно добровольно объединиться, но до сих пор 10 лет у нас такой закон в силе, но ни одна соправление такого предложения не вышла, что она вот почувствовала, что она не справляется, давайте объединимся с соседями. В принципе, дискуссии уже было 10 лет спустя, и на данный момент сказать, что не было консультации, я не согласен, потому что первое, мы реально едем, в сравнении с предыдущей реформой, если смотря на то, что в 2009 году случилось, на этой реформе реально не было ни одного поездки министерства для консультации ни с депутатами, ни с жителем. Потом, когда Сейме принесли новую карту, тогда комиссия Сейма несколько самоуправлений объехала, по своему усмотрению, не всех объехала. В принципе, сказать, что тогда была вообще консультация, я бы клонялся к тому, что там не было никакой консультации. На данный момент мы стараемся объехать всех депутатов, всех послушать, но не всегда наши мнения, совпадают их мнения, они, в принципе, 90% их предложений ничего не менять, все хорошо, что вы там придумали. Нам все хорошо, нам хорошо депутатам. А ну нам-то там мы по бумагам видим, что все время развитие в регионах ухудшается. Потому что, например, сколько инвестеров привлекли, например, самоуправление, которое не в городе. В принципе, ноль. Ну вот и ответ, как можно регион развиваться, если за 10 лет ни одно новое рабочее место не создали. Депутатам, да, они зарплату платят, там, субсидии, которые государство выделяет каждый год, они приходят. Но нам же, государству, налогоплательщикам, это каждый год становится дороже и дороже. Потому что жителей все время меньше и меньше. И нам надо ввести на уровень, что наше самоуправление остается эффективной. На один человек жителя надо быть, что он заплатит после 2021 года меньше денег потратит на администрацию самоуправления, а больше денег будет готовы выделить на развитие. Вот это очень важное замечание, потому что вот если мы посмотрим на фонд выравнивания, да, вот когда ежегодно в соответствии с законом, мы видим, кто туда вообще перечисляет деньги. Да, это Рига, Венспилс, Юрмала и вот эти города Рижского региона, 13, по-моему, да. Все остальные это вот не доноры, а те, кто получает эти деньги. Венспилс перечисляет 80 тысяч, как сказали. Да, Венспилс перечисляет, да, извиняйте. Да, но в принципе общая тенденция понятна. То, о чем вы говорите, да, что, к сожалению, ситуация не улучшается. Приверемся, буквально на пару минут у нас рекламная пауза, потом в студию я вижу, что есть звонки, будем их принимать, не переключайтесь. Да, еще раз допустим, 6-7-2-12-9-3-9, телефон прямого эфира, 6-7-2-13-9-3-9, работает и WhatsApp, вы можете свои вопросы или комментарии оставлять и посредством WhatsApp, мы обсуждаем административную территориальную реформу, вот говорим и о целях, и о задачах, и о том, что может измениться. Вот одну интересную идею, по-моему, кто-то высказал из политиков, что надо как-то связать вот налоговую систему вот вообще с административной региональной реформой, потому что на сегодняшний день вот мы знаем целый ряд даже вот этих регионов, которые рядом с Ригой, они знают, что это такие вот спальные районы, если так можно сказать, что люди там задекларированы и самоуправления спокойны, они знают, что подоходный налог поступит в это самоуправление, хотя очевидно, что в основном работают в Риге, к примеру, да, и многие самоуправления не заинтересованы сами создавать рабочие места. Может быть, надо подумать о том, чтобы, не знаю, 50% этого подоходного налога шло с места работы, 50% с места жительства, чтобы хоть как-то сами вот самоуправления были заинтересованы в создании рабочих мест, а то они знают, что им придут деньги за счет тех, кто здесь задекларирован, за счет фонда выравнивания, государственная дотация, и не нужно напрягаться. Ну, если говоря о том, что эта реформа создает платформу для других реформов, Министерство финансов очень это заинтересовало, и она на данный момент работает, я не могу сказать, какие результаты будут, но у нас есть очень активная переписка и встречи с финансовыми министрами, и мы мечтаем, и они нам обещают, что в течение 2020 года, на 2021 год будет изменение и фонда выравнивания, и сортировки налогов, как они легают. И, в принципе, я полностью уверен, что налоги будут перераспределены, то, что и рабочее место, и где он проживает, потому что, ну, реальность это плохо влияет на в Риге прилегающим территориям, потому что они просто, в принципе, против развития бизнеса, и несколько есть плохие примеры, где реально жители голосуют против развития какого-то индустриарной территории, потому что тут спальный район, но по самоуправлению не только спальный район. Давайте, прием звонки, одевайте, пожалуйста, наушники. Да, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Да, пожалуйста. Вы знаете, я вот смотрю на всю эту ситуацию, да, и думаю, что все вот эти перетрубации, которые постоянно там придумывают у нас правительства, да, они все равно не дадут положительного результата, да, потому что экономика у нас, ну, вы сами прекрасно понимаете, когда говорят, что у нас ВВП растет, а растет он за счет поднятия налогов и акцизов, да, все это фигни, но производства еще у нас нет никакого производства, да, пока все это будет продолжаться, никаких изменений в лучшую сторону не будет. Надо, наверное, как-то уже подумать о том, чтобы не лоббировать выгодные проекты для Евросоюза, да, потому что мы все делаем так, чтобы было хорошо Евросоюзу, но не нам, да. У нас, получается, коты все у нас позабирали, все позакрывали, вот, Евросоюз сюда вводит свои предприятия, потому что у них это дорого, а наши люди будут работать за копейки для них, да, вот. Поэтому я думаю, что все вот это вот надо изменить, а лучше поменять наше правительство, которое, я считаю, что основная часть их, это пятая колонна, это реально, потому что там и советники, как говорится, люди присланные, да, вы сами понимаете, знаете откуда, начиная с президента избранного из Канады и пошло и поехало, и советники, которые обучались в Америке, да, так что тут все сшито белыми нитками, да, и тут что-то придумывать, и каждый будет перетягивать одеяло на себя, да, а денег-то от этого больше не прибавится, поэтому все это бред. Спасибо большое, да, ну вот суть вопроса, как можно было понять, что действительно, как вот то, что говорил господин Кажа, как все-таки сделать так, чтобы, может быть, после этой реформы эти инвестиции шли в провинцию, потому что, ну, мы знаем, что очень многие иностранные инвесторы, я так понимаю, жалуются на нехватку рабочих сил, и даже в городах тоже мы видим, какая у нас ситуация с рабочей силой. Да, ну, вопрос такой неоднозначный, я бы сказал, содержал довольно много утверждений и политических, и экономических, но не все такое белое и черное в нашем мире. Если мы смотрим на те же самые регионы, то с одной стороны мы видим, что действительно там есть некая безработица, есть люди, которые не могут найти работу, но и привлечение инвесторов туда даже не поможет, потому что у нас довольно большой разрыв между двумя факторами. Одно – это доступность рабочей силы, другое – это компетенции, образование и знание людей, как все это употреблять. Я думаю, что в каком-то смысле мы должны начать не с того, чтобы хотеть работать за большие деньги, а не за копейки, а помнить о том, что в наши дни мы не заканчиваем свое собственное личное развитие образованием, которое получили в правтехшколе или даже в УЗИ, или моя докторская степень – это еще не конец образовании. Мы говорим об образовании, которое продолжается всю жизнь. Люди живут дольше. За свою жизнь мы не раз будем осваиваться. Даже доктор наук, да? Совсем другой профессии, может быть, и это уже случается. Так что это вопрос адаптации самих людей и о нашей возможности дать им эти возможности учиться. И тогда инвесторам будет более доступная рабочая сила, которая сможет и больше заработать благодаря своим знаниям и компетенциям. Но это не один день, это даже не один год, это проект на десятилетии, как минимум. Нет ли вот здесь, господин Ласпин, такого определенного тупика? Потому что если мы говорим даже о школах, вот очень хорошо сказали по поводу вот этой, то, сколько мы тратим средств на школы. Но ведь в чем тупик ситуации в том, что фактически у нас учредители школ самоуправления. То есть государство школы не открывает и не может их закрыть. Что тут делать? Потому что самоуправление могут продолжать эти школы с небольшим количеством учащихся держать и придется каким-то образом их финансировать. Ну да, школы создают самоуправление, но в любом случае политика, которая проводит отрасли обучения, это государственная политика. И там, я думаю, в ближайшее время определится минимальный стандарт для открывания школы, и тогда и появится возможность самоуправления в самом считать, не выгодно открывать. Но на данный момент есть школы, где не в Риге, которые одного ученика обучают 900-950 евро за человек год. Есть и самоуправление, которое тратит 3,5 тысяч на одного обучаемого. И тогда пошел самоуправление, надо считать, это выгодно-невыгодно. Сегодня они считают лучше рабочее место моему, какую-то, не знаю, знакомому или нашего долгожителя, который живет в нашем селе, чем этот ребенок. А нам-то важно, чтобы ребенок выучился и завтра стал перспективным бизнесменом или учеными, не знаю, открыл какой-то новой науки, которая даст нам завтра новые рабочие места. А насчет вопроса, который человек говорил, в любом случае мы планируем создать самоуправление, которое будет сильнее и умнее. Если самоуправление большое, по разуму смотря, вот большие города, которые там есть, целые отделы, которые работают при влечении инвесторов, а самоуправление, которое маленькие, они не могут позволить себе держать специалиста, никакого уровня специалиста, который привлек какой-то инвестиции в его регионы. И мы надеемся, что развивается город, развивается и та территория, которая прилегается. И если они будут вместе, они будут развиваться вместе. Да, легче построить завод в городе, но окраине города тоже легче построить, а может, километров пять дальше от города тоже легче построить. И шаг за шагом, я думаю, рабочие места будут распространяться и в регионах. Так что завтра на 200 постречных кто-то построит завод, но там надо быть и инфраструктура, и люди, и всякие факторы, которые влияют на инвестор. С инвестором надо работать. Это сложная, трудная, долгая работа. Это не так, что государство сказало, завтра будет сапожный завод, не знаю, в Зелупе. Да, сейчас прошли времена, нет планового хозяйства. Мы уже прошли времена, что вроде государство как бы не создает бизнес, а государство должно просто способствовать этому. А так как человек, как-то странно, претензии все к государству, пятая колонна, там канадские нитки, там что-то еще, то тут странно. Тогда что мы делаем? Мы должны создавать экономику, мы, все основывается на нас. Если мы не будем идти делать, вот, да, маленький бизнес, средний бизнес, это все мы. В Европе все по-другому. Та же самая Ирландия, там маленькие крестьяне работают, все у них нормально, все превосходно. То, что как бы говорится здесь, получается, что Европейский Союз приходит сюда и работает здесь, а нам ничего не дает. Так нет, мы сами не хотим делать. Сколько предпринимателей, которые могли бы делать что-то, да, но у нас вот не хватает. У нас там маленькие всякие самоуправления, там депутаты у нас, бизнесмены, которые более лоббируют свой бизнес. Вот и получается, что каждый как бы за свой заборчик, за свой хлебушек борется, а в конце концов получается, что те, которые более способны, они либо переходят куда-то, либо уезжают. Но поэтому и есть реформа и должна создать такие условия, чтобы не было, чтобы более равные права были для всех. Есть такая умная фраза «финансовые инструменты». Ну вот если мы посмотрим на Литву, там вот банки довольно активно кредитуют бизнес и не только в крупных городах. Я так понимаю, здесь мы отстаем, да, вот наши банки не очень охотно этим занимаются. Господин Кажий, как вам кажется? Ну я бы так не сказал. Кредиты, они могут быть всегда доступнее, это было бы желательно. Но вот сегодня мы выбрали нового руководителя комиссии финансовых рынков. Есть надежда, что мы получим более-менее суразные указания банкам, как выбирать своих клиентов, как работать, потому что на данный момент банки просто боятся. Они боятся даже открыть очень белым бизнесом. Доходит до того, что даже латвийским резидентам иногда счета не открывают. Да, да, да. Как пример, ну среди моих клиентов, как у консультанта, несколько компаний, тех же самых американских, которых в звонке упомянули, им не открывают счета нормальным инвесторам, потому что банки просто не понимают, как с ними работать, потому что они не резиденты. Небольшая компания. Да, да, да. Потому что они резиденты, это уже пощелугательское слово. Просто проблему удалось глазу брать и не думать. Так что надеемся на то, что кредиты будут более доступны. Ну и не надо забывать все-таки, что банк просто так любому пришедшему не дает ничего. Ты сначала сам должен что-то создать, маленькое, небольшое, и тогда для развития своего бизнеса. Ну, мне кажется, что я по себе сужу, наверное, она может, но банк всегда что-то где-то не дает, где-то идет навстречу. То есть вы занимаетесь тоже частным предпринимателем? Да, у меня своя фирма по ремонту, строительству инженерных наружных сетей, воды, канализации. То есть и можно какой-то кредит получить, да? Ну да, да, да. То есть нет такого, что категорически против. Есть какие-то банки, которые работают со строителями, есть какие-то не работают, потому что это не их сфера. Давайте прием еще несколько звонков. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста. И вот прозвучала у вас недавно такая модная в последнее время фраза, что все должны постоянно учиться, осваивать там новые профессии. Вот, то есть получается, я как этот самый человек, который нанимаюсь бизнесменом, я должен, значит, пару лет поработать хирургом, потом пару лет поработать на Боинге летчиком, да? Потом пару лет поработать сантехником. А бизнесмены просто будут выбирать вот на этом рынке самых лучших. Так что ли получается? А потом мне скажут уже под пенсию, под пенсионным возрасте, что денег нету, но вы держитесь, да? Спасибо большое за интересную реплику. Мне кажется, сейчас, правда, с учетом дефицита рабочей силы, я уже не знаю, кто кого выбирает, да? Уже зачастую приходит, как мне рассказывали, молодой человек, который недавно закончил какое-то учебное заведение и говорит, ну, вы знаете, он даже не спрашивает, что ему надо делать, он говорит, вы знаете, ну, еще тысячи евро вы мне положите, может быть, я у вас буду работать, да? Я понимаю, что, может быть, это ситуация временная, не так ли, Константин, да? Да, да, да. Примерно так, да? И на самом деле, да, критика, как бы, в принципе, она может быть даже и правдива, но я бы сказал так, что нет, не надо учиться на пилота, на хирурга и на стюардессу, просто даже мы, предприниматели, мы все время подстраиваемся под ситуацию, мы обучаемся, я работаю, например, я не могу содержать, я не могу себе позволить в наших рыночных условиях содержать, например, штаб вот пятерых работников административных, там, сметчика, там, руководителей проектов, прорабов. Еще целую бухгалтерию, да? Да, да, и целую бухгалтерию, поэтому я и прораб, я и сметчик, я и руководитель проекта, поэтому, как бы, это мы все время учимся, а получается, что когда человек приходит, тот же самый юноша, да, и говорит, что вот он хочет столько получать, а что ты будешь делать, а я ничего не умею, я вот просто буду ходить на работу. Ну, вот так тоже, как бы, это неправильно, и две-три профессии какие-то минимально, с минимальной разницей, я думаю, это наоборот только хорошо, я все время готов учиться, я до сих пор учусь всегда чему-то новому, это нормально, мне кажется, ну, без этого не будет развития, особенно, как бы, так говорят, что мужчины должны всю жизнь учиться. И не только мужчины, я полностью согласен. Да, да, но как-то так, что все-таки женщины с семьей больше, а мужчины там... Ну, то, что сказал Абик, это действительно реальные ситуации, которые я и видел у себя в компании, что желают юноши. Мне так предпринимать Регетто, я удивляюсь, я говорю, вы хотя бы узнаете, а что вам нужно вообще делать? Он говорит, ну, это не важно, если вы мне не даете тысячи евро, я даже узнавать не буду, зачем? Но по поводу реплики, да, конечно, реплика имеет смысл, но в этом случае, я бы сказал, по поводу профессии, это действительно не летчик, может быть, или не хирург, но на данный момент на рынке появились уже такие профессии, которых не было пять лет назад. И с развитием экономики, с развитием цифрового мира скоро мы увидим, например, такие профессии, как ассистент искусственному интеллекту. Очень важная профессия на данный момент уже очень Такой будет обслуживать роботу, наверное, да, что-нибудь в этом роде, да? Любой искусственный интеллект требует обучения и поддержки, чтобы он мог самоубучаться и предоставлять свои услуги, как, например, по подсчетам Оксфордского университета и компании Deloitte до 2030 года, например, в Великобритании около 60% функций, которые предоставляет государство, то есть публичные функции, могут быть выполнены искусственным интеллектом. Но это не означает, что люди потеряют работу. Просто суть их работы поменяется, и они будут вынуждены освоить другие навыки. Да, господин Владимир Владимирович, может быть, в завершении несколько слов, вот мы знаем, что уже в парламенте сейчас начал обсуждаться этот законопроект. Да, сегодня дали комиссию. Вот какой дальше план, я так понимаю, что эта реформа должна быть осуществлена до очередных муниципальных выборов, ну то есть по существу до июня, если не ошибаюсь, 2021 года, да? Даже раньше закону надо вступить в силу в следующем году в июне, и если это не успевает, в принципе, следующие выборы мы пропустим, потому что целый год надо, чтобы подготовиться к следующим выборам. Там есть ряд вопросов, которых их надо решить. Этот закон за собой тянет и многих других законов. Нам надо до 2021 года еще создать новый закон о самоуправлениях, будет изменений в законе о выборах. В связи с этим, да. Да, и много вопросов надо, очень много работает. Это не так, что только определим границы. Но план, в принципе, такой, вы думаете, что он такой и будет в итоге 139? На сегодняшний день, смотря, я думаю, что пока есть все обязательства, все коалиции договорились, что этот вопрос будет поддержан до 2020 года, в июне, что он вступил в силу. Ну что, спасибо большое. Так вот, время эфира у нас быстро подошло к концу. Большое спасибо нашим гостям. Так вот, время эфира у нас быстро подошло к концу. Спасибо.